Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Тема у нас сегодня глубоко осенняя. Не знаю, как сейчас в школах, в школьной программе учат ли дети Твардовского. Но мы, по крайней мере, его проходили, я нисколько об этом не жалею, потому что гениальная совершенно вещь, по своей народности близкая, наверное, к Некрасову, это поэма Василия Тёркина. И в частности, там есть такое очень философское рассуждение Василия Тёркина о том, в какой сезон лучше всего умирать. Вот, и получается, что в любой плохо. И весной плохо, когда всё цветёт, и весной хуже всего. И летом всё в самом саку жизнь. И зимой, когда земля промёрзла. И осенью плохо умирать. Вот он как раз говорит, в осень смерть подстать картине. В сон идёт природа вся. Но в грязи, в окопной глине вдруг загнуться? Нет, друзья. Так что вот осенняя тема смерти. Сегодня мы будем говорить о смерти, об умирании. Тема очень глубокая и табуированная. Табуированная как раз под стать нашей археологии, да, с её лозунгом копать. Так что попробуем копнуть на целый черенок плопапиды. Если кто-то помнит, то года полтора назад мы делали похожую тему, говорили мы о смерти и о кладбищах. О, собственно, символике, о ритуалах кладбища, о ритуалах смерти. А вот сейчас хотелось бы поговорить о другой стороне той же самой проблемы, о бессмертии. Смертия, бессмертия. Вот это вот, собственно, дихотомия. И гость у нас сегодняшний – это Сергей Николаевич Николопов, заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот он занимается достаточно давно различными аспектами насилия, агрессии о человеке, вопросами смерти, бессмертия. И вот об этом сегодня и хотелось с ним поговорить. Ну вот первое, что я хочу спросить, это табуированность смерти. Откуда берется страх смерти? Почему эта тема так табуирована в нашем обществе, в наших разговорах? Ну, это не только в нашем обществе. Ну, в современном, я имею в виду. Я сейчас скажу. Дело в том, что вообще отношение человека к смерти, оно в базовом своем, в таких основах опирается на то, что мы единственные живые существа, ну, по крайней мере, так можно считать, которые знают о своей смерти. При этом, как правило, личного опыта смерти бывает очень мало. Ну, есть воспоминания людей, которые были в клинической смерти и как бы вернулись. Вот как раз, да, Норберт Элиас, по-моему, говорил, что человек единственное живое существо, для которого смерть является проблемой. Да, и сейчас, на самом деле, очень модная такая концепция, которая очень много лет развивалась. Модная она стала после 11 сентября. Потому что до этого к этим ученым относились с почтением, но вот они были своей маленькой группой, которые занимались теорией управления страхом. И основа этой концепции заключалась в том, что человеческая культура, и связанная с ней, там сложно перевести, потому что это самоуважение или самооценка. Селф-эстим. Селф-эстим, да. Вот это и есть две основных, базовых формы защиты от страха смерти. Культура вообще вся. Культура вся. Как сублимация этого страха. Да. В этой культуре и религиозные построения, ценности, которые довольно тонко и строго относятся к тому, как умирают, где мы оказываемся. Масса утешительных приемов в этом же. В этой же культуре, как то, что... Почему я сказал, что они немного связанные. А то, что ты внес в культуру и осталось, на века. Мой прах переживет, и тле не избежит. И тле не избежит. И поэтому вот это творчество для очень многих людей, как творчество навсегда и на века, сделать что-то, что останется. Для других это не обязательно для гениальных творцов, но и для тех, кто строил дом, сажал деревья, растил детей, как предполагаемых людей, которые будут помнить всегда. Отсюда же и то, что вот этот же страх смерти поддерживает социальные сети, социальные связи. Чем больше людей обо мне знают, просто друзья, родственники и так далее, тем дольше будет память. Конечно же, никто так не размышляет, что это я делаю для того, чтобы избежать смерти. Но это то, что Эриксон говорил о базовом доверии к миру. То есть смерть играет очень важную роль в эволюции человека, в появлении цивилизации. То есть не смерти, а сознание, факта смерти. Поэтому некоторые считают, что вообще культура началась с того момента, когда мы стали хранить покойников. И к ним относиться как к очень важному элементу нашей жизни. Просто не бросать и уходить, как животное там куда-нибудь. А вот понимать, что покойник должен иметь какие-то ритуалы, отношения к нему. Да, там они иногда, значит, ладью ему собирали, иногда и всех невольниц с ним отправляли на тот свет. То есть разные культуры по-разному выстраивали эти отношения. Но вот то, что наша человеческая культура со всеми пирамидами, некрополями и прочими, это культура нашего взаимоотношения со смертью. Ну, в какой момент появляется, ну, так скажем, немножко параноидальное отношение к смерти? Потому что я вспоминаю знаменитую книжку Филиппа Арьеса про, так сказать, отношения нашей культуре к смерти. Вот он говорит, вот эти пять стадий прошел человека, вот это последнее современное перевернутое, то, что он говорит, инверсированное отношение к смерти. Потому что, ну, ведь раньше смерть входила в состав жизни, скажем, какие-нибудь рыцари галантной эпохи, спокойно говорили, там, я не знаю, Роланда, еще какой-нибудь. Вот смерть моя придет через два дня. Собирали людей, дети видели смерть. Ребенок, скажем, в средние века прекрасно, он много смертей видел. Сейчас же ребенок видит, не знаю, человек видит первую смерть, там, я не знаю, в возрасте 25 лет, может быть. В кино он это видит. Да, или в кино. Как правило, даже в возрасте 25 лет, но в кино. Дело в том, что вот это отношение стало вот после такой индустриализации медицины и смерти, человек в массе своей, вот люди стали умирать не дома. То есть, если раньше, ладно, Ролан, но 19 век, человек умирает в окружении близких, там, в нашей культуре его соборовали, там, приходил какой-то священник, маги какие-нибудь. Но это был некий процесс. Любой ребенок вырастал, видя смерть животных, смерть близких. И к этому относился по-разному, но более, я бы сказал, по-человечески. Сейчас же, когда вот весь институт смерти, такой естественной смерти, перенесен куда-то вовне, во-первых, эти события становятся предельно травмирующим, потому что оно вдруг пробивает защиту. А с другой стороны, отношение к смерти становится таким показателем, вообще говоря, каким-то даже психического здоровья. То есть, я знаю людей, которые не переносят вокруг себя разговоров о смерти. Да даже о болезни. Да. Я знаю, скажем, многих знакомых, которые, ой, нет-нет-нет, не рассказывайте мне, кто-то заболел. Вот буквально мистическое такое отношение. При этом, ну, самое мистическое, это о раке, о котором никто не говорит рак, это плохая болезнь. Хотя, когда я вырастал, плохая болезнь была сифилис. Онкология, есть такой эфемизм хороший, там, у него онкология, боятся сказать, у него рак. Да. При этом, вот эта самая онкология, что для меня, например, было удивительно, оно стало даже вытеснять вещь более запретная, самоубийство. О самоубийстве легче говорить, чем о болезнях. То есть, вот этот вот культ здорового человека, он становится вот таким, ну, контрпродуктивным, на самом деле. Это современная цивилизация? Это именно вот культура модерна? Культ молодости, новизны? Да, наверное, культ новизны? Это от рынка идет? Конечно. Это идет от рынка. Потому что, вот, антисмертельные, как бы, идеи, они же очень хорошо продаются. То есть, если вы будете бегать, не обращая внимания, что вы бегаете по загрязненному городу, не будете курить, будете есть то-то, биологически активные добавки очень продлевают жизнь. То есть, все это, вот, из-за этого ряда. Знаете, когда там, если вы намажетесь таким-то кровным, вы будете на 10% моложе, чем что, непонятно, но моложе. Вот эта борьба со старением, страх, старики, вот, по данным ВОЗ, пожилые люди стали объектом нападений, убийств. По именно этому, вот, показателю. То есть, вот так же, как раньше были, расовые, этнические, национальные, религиозные, вот сейчас еще, значит, по отношению к пожилым людям. То есть, вот, попытка быть вечно молодым. Как способ избежать, а, разговоров о смерти, б, самой смерти. Это, кажется мне, особенно у нас, в России, при нашем таком обвальном переходе к рынку, разрушении базовой гуманитарной структуры общества, старики стали, да, нежеланным совершенно объектом. Да, это, и еще есть... Скажем, не увидишь стариков там на бульварах. Если лет 20 назад гуляли, то сейчас практически гуляющих стариков не увидишь, и так далее у нас. Только молодые люди ходят по улицам из среднего возраста. При этом старики во многом не гуляют, не потому, что они такие немощные, а потому, что они просто немного боятся, что им обязательно схамят, что их место не здесь, а... Или есть институции, где старики, вот скажем, сберкасса, почта... Там они могут собраться. Да, 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 вот есть поликлиника, сберкасса, КОС, почта, такие остаточные социальные институты, где есть повышенная концентрация пожилых людей. Но она как бы за пределами такого мейнстрима московской жизни быстрой. Безусловно, они закрыты, и главное, что если вот там бывать и слушать, я иногда так прислушиваюсь к разговорам, то они устраивают из поликлиники клуб по общению. Они пересказывают друг другу сериалы, фильмы, книги. Каждый выбирает себе собеседника по плечу, но беседуют они о разных темах. А клуба у них нет. Ну, смотрите, ведь это же все-таки не только совсем современное, если вспомнить всю мировую культуру, начиная там с яблок Гаспериды, кончая молодильными яблочками, и средством Макрополоса, и философским камнем, который искали алхимики, и, не знаю, фаустом. Вся эта фаустовская европейская культура, она искала этого эликсира бессмертия? Конечно, мечта человечества о бессмертии, она всегда была. И здесь не вопрос о том, что сейчас это стало, а раньше не было. Всегда было. Страх смерти был. Вообще бессмертный всегда существовал. не случайно бессмертный и злобный. Это еще разговоры о зле. То есть тут нельзя это все выбрасывать. Так сказать, смерть, зло, бессмертие, близкие тематики. Но это всегда было так же, как вот знаменитое «Помни о смерти». Мементе море, да. Мементе море, да. Это всегда присутствует. Это не то, что вот какая-то культура по-разному относилась. Знаете, мы можем там, если возвращаться к тому, о чем мы вот недавно говорили, то, знаете, была одна из древних культур построена на инфантициде, как в форме планирования семьи. А другая была вот ближе к японской, просто до 20 века даже крестьяне выкидывали стариков на смерть. В Индии их выкидывали из социума. То есть смерти их, может быть, и не было. Они долго могли бродить по Индостану, поскольку климат хороший. Но из социума они были выгнаны. Ну или в каких-то полинезийских культурах там на пальму сажали стариков и трясли удержиться, значит, еще год проживет. Так что это было. Но это было очень рационально простроено, потому что общество может выдержать, так сказать, вот такую нагрузку пищевую там и так далее. Почему я сорганизировал, что это форма планирования семьи? Потому что вот сколько может наш род прокормить родов? Хороший урожай, больше детей, плохой, меньше. Пещеры, когда начинают копать рядом с пещерами, огромное количество детских трупиков. Просто настоящее. То есть какие-то есть цивилизации на инфантициде, а какие-то на... Ну, смотрите, вот здесь хочу спросить, но ведь старость, она ведь тоже, как вот мы, вот вы очень интересно рассказали, как действительно смерть нужна для цивилизации, осознание смерти нужно для возникновения цивилизации, но ведь и старость нужна для возникновения цивилизации, да? Ведь, насколько я знаю, есть некоторые биологические виды, у которых нет старости. Вот, например, такой, например, кальмар там. Кальмар умирает молодым. А человеку для чего-то вот дана была старость. То есть в процессе эволюции институт старости как-то возник? Во-первых, возник. Во-вторых, в культуре, он ведь в большей части культур активно до 20 века активно поддерживался. То есть вот если мы отбросим совсем древность, то и новое время почти все с огромным почтением, а к традиции бэк-старикам как носителям традиции. Вот это многомудрый. Очень редко, когда вы встречаете в каком-то тексте, что появился юноша многомудрый. Все говорят, тогда поражались его знания. А так это опыт, это передача опыта, это некий хранитель знания в отсутствии большого количества библиотек и интернета. Современная культура уже, она не требует такого, что надо же, там, в 80 лет он нам сейчас расскажет, как было в прошлом веке, кого это интересует. Потому что информация хранится отдельно от человека. Отдельно от человека. Это то же самое, как это фараон с тотом говорит, как же, как же, так сказать, зачем, зачем письменность, а как же я тогда буду помнить вещи. Да, вот в этом смысле мы присутствуем при новом варианте отношения к возрасту, как к некому отдельному, другому феномену, не такому, как раньше. Пролонгируется, на самом деле, молодость. Пролонгируется молодость. Ну да, вы знаете, я вот сейчас... Когда я был молодым, молодой мужчина считался до 33 лет. Потом до 45 дошло. Сейчас неизвестно, я не знаю, сколько сейчас. Но вот все время такое какое-то колебание, когда, значит, никто не понимает, что Голуа в 22 года умер и оставился великим мужчином. Ну, смотрите, ну, с другой стороны, ведь так получается, что если старость, болезнь, смерть вытесняется из нашего публичного дискурса, из наших мыслей, табуируется, но мне кажется, что при этом она контрабандой возвращается в массовой культуре, потому что, опять-таки, ни в одной другой такой эпохе не было никогда такого, собственно, культа смерти, если посмотреть на весь наш культ, да просто, я не знаю, там, любой эфир телеканала НТВ. Вот, количество смерти, насилия и боли, которое вроде вытеснено из наших ежедневных практик, возвращается к нам в виде вот этих вот образов мощных. Да, оно возвращается, но возвращается еще как некий показатель, кстати, именно наличие страха. Мы становимся менее стрессоустойчивыми к страхам смерти, потому что очень часто мы смотрим на чужую смерть, как смерть, которая прошла мимо. И у психоаналитиков, и у многих авторов есть всякого рода исследования и размышления о том, что чужая смерть подтверждает, что я жив. И есть такой эксперимент в Америке был, ну, он естественный, значит, известно примерно график посещаемости кинотеатров, вот, значит, старт фильма и как он постепенно сходит на это по посещениям. И в одном городке, где в одном кинотеатре шли два фильма, один из жизни лесбиянок, другой детектив такой с убийствами. Происходит сразу два убийства. Оба фильма одинаково начались и одинаково, значит, шли на истощение. На детектив начинается новый вал, такой горб графика, а лесбиянки вот просто по кривой. Вот я не случайно сказал, что вот эта группа исследователей стала очень модна после 11 сентября. Дело в том, что, значит, они как раз и говорили о том, что в момент страха, вот когда это по-настоящему ужас, люди устремляются к каким-то очень важным ценностям. И известно, что большая часть американцев в интернете проводят время на сайтах по торговле, ну, маркетинг везде. Да, да. И порнография. Порнография, да. Вот после 11 сентября на несколько дней оттуда их всех смыло. Они оказались на религиозных каналах. А, значит, по другим данным, какая-то часть стала активно смотреть детективы. Ну да, боевики с большим, вот с этим, да, с выкосом людей, да. С выкосом людей, во-первых. Во-вторых, там есть еще один очень важный ответ, что в детективах и во всех такого рода фильмах добро побеждает зло, и все структурировано. Вот этот неопределенный ужас, а когда мы говорим о смерти, это неопределенный ужас, он определяется. Он становится очень... И поэтому не случайно так много вот фильмов-ужастиков в последнее время. Это как некая ответная реакция, снижающая... Защитная реакция против страха смерти. Защитная реакция против страха смерти. Насколько это все свойственно западной культуре? Вот то, о чем мы сейчас говорим. Вот это вот фаустовская культура, культура модерна, молодости, новизны. Насколько это является западным феноменом? Или это универсальное, глобальное? Ну вот, если судить по торжествующему шествию вот исследований в этой концепции, то она, конечно, началась с запада, но идет на восток. И там тоже есть работа, которая показывает, что да, тоже есть эти феномены. Потому что традиционная восточная культура, то есть, я не знаю, там Индию тоже посмотреть, но мне кажется, по моему небольшому, но опыту небольшой жизни и, так сказать, знакомства с Индией, там нет такого сильного страха смерти? Ну, там есть замечательные несколько элементов индийской культуры, там есть реинкарнация. Ну, естественно, да. То есть, там есть способы преодоления страха смерти. В культурных механизмах прописаны. Они прописаны. Да, собственно говоря, и в старой европейской культуре, до модерна, да даже вообще до второй половины XX века, все это тоже было. То есть, вот вам рай, вот вам ад, вот вам чистилище, вот вам то-то, вот вера в справедливый мир, который присутствует для протестантов. То есть, все время есть возможность получить культурный буфер для тревоги. Ну, да, и буддизм, наверное, тоже из той же серии. Буддизм просто, естественно. Поэтому, конечно, восточная культура, пока она предельно традиционна, она более защищена. Собственно говоря, я думаю, что, если бы эти исследования проводились и в Европе на традиционалистах и менее религиозных людях, то вот тут получались бы тоже различия. То есть, страх смерти – это некий показатель модернизации. По-видимому, да. Вот такой современный вот этот вот страх смерти, стремление к вечной молодости. То есть, не случайно Восток еще дает хорошее отношение к старости. То есть, мы видим, вот, как отражается традиционализм в отношении к смерти и к бессмертию. Потому что в этом традиционализме как бы даются ответы на то, как можно достигать бессмертия. Ну, к нерванию надо стремиться в одном случае, и в другом, в хорошей реинкарнации тоже неплохо можно посуществовать. Ну, да. А западноевропейская, ну, вот, которой мы принадлежим, она вот эту, как бы, эрозию ценностей в этом мы увидели. У нас это еще хуже, потому что, когда идеологема прошла, то либо обращаться нужно, как очень многие, к предельно традиционным, то есть тоже за христианство, к Перуну, либо, либо как всякие неофиты, усиливать свои отношения с религиозными ценностями, либо жить с какими-то новыми ценностями. Но вот эти новые ценности, они очень опасны, потому что ценность денег не заменяет... Ну, да. Золотой гроб еще никого не спас от смерти. Никого не спас от смерти. Вы знаете, еще одна такая тема, относящаяся к смерти, и, может быть, то, что позволяет нам компенсировать его. Вот то, что вы говорили, столько людей там на, действительно, самый большой трафик в интернете, на порнографии. Эрос. Эрос и Тонатос. Смерть и любовь. Вот, я не знаю, ведь это же тоже, наверное, если посмотреть по таким, по базовым архетипам, тоже, скажем там, что эти две вещи, это две стороны одной медали, да? Как Тристана и Изольда. Как Ромео и Джульетта. Вот моя любимая тематика, которой я занимаюсь почти 40 лет, это агрессивное поведение. Слово агрессия стало вот таким, как мы его употребляем, нехорошим, там, нанесение вреда кому-то. Таким только после наполеоновских войн, однозначным. Раньше оно было двухполюсным. Это пристрастное отношение к чему-то. То есть и вред, и любовь. Вот на том конце любовь и дружба, но такая активная. А здесь активная ненависть. И совершенно не случайно у Фрейда есть такое высказывание, что для того, чтобы кого-то любить, надо обязательно кого-то ненавидеть. Более того, там у него есть и вот такая любимая цитата из Гетто. Для полного счастья мне нужно очень немного. Маленький домик, садик, возможность творить, и каждый утро, выпивая чашечку кофе, видеть 5-6 повешенных врагов. Самое жуткое, что работа была, это работа 36-го года, там прям 37-й. Дальше он там рассуждает о том, что вот в христианстве проповедуется любовь к ближнему, но, так сказать, легко гнобятся крестовые походы, так сказать, и прочее, все, кто не ближние. И что вот сейчас, например, большевики строят государства, где все должны любить друг друга, вот пролетарии. Что они будут делать, когда уничтожат всех классово-чуждых? Ну, вот если считать 37-й год началом уничтожения своих. Но это такая примитивная, конечно, аналогия, но сам по себе факт вот такой в связи между любовью и ненавистью. И убийством крайней формы. Это одно. А второе, это более серьезная вещь, это связь между агрессивным и аутоагрессивным поведением. То есть агрессивным, направленным вовне и направленным на самого себя. Потому что многие исследователи самоубийств вообще отмечают, что это такой акт, хоть и саморазрушающий, но позволяющий сохранить самоуважение к себе. Ну да, если взять в предеве своем, скажем, там, самурае, харакири... Ну, это их культура, значит, в два предела, вот, самураи и второй, так сказать, понятный, это вот дискуссия об автаназии, когда большая часть людей активно говорит о том, что они хотят уйти из жизни, оставшись вот не травянистым существом, не обузой, а таким, каким они были там в лучшие годы своей жизни перед родственниками. И в каком-то смысле суицид это вот такой ответ человека на этот вызов, что смерть наступит неожиданной и не им руководимая. Ну да, да, а тут это все, так сказать, контрол-фрик такой, да, что все под контролем, в том числе мой уход. Во-вторых, очень много всяких работ, наши исследования показывают, что там есть очень сильный элемент враждебности к окружающим, вот я-то уйду, а вы все будете мучиться. Ну да, это некий вызов, который ты бросаешь всем, и, так сказать, ты уходишь неотмщенно и составляешь их с этой своей обидой. И свой скелет в шкафу оставляю на несколько поколений вперед. Так что в этом смысле вот эти связки агрессия, аутоагрессия, они все не существуют. Да, здесь, конечно, очень большой, большой узел. Ну что ж, о человеке перед лицом смерти продолжим наш разговор с Сергеем Николаевичем и Николоповым через несколько минут. Сейчас там перерыв прошел. Да, нет, продолжаем. Да, да, продолжаем, да. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о смерти и бессмертии. Наш гость Сергей Николопов, заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. Говорили мы в первой части о смерти, о старости, о том, как смерти, старость необходима в эволюции человека и в цивилизации, и о том, как разные культуры справляются с вызовом смерти. Но сейчас давайте поговорим о обратной стороне этого всего, бессмертия. То есть, мечта о бессмертии, в общем-то, она с самого начала преследует человека, да, начиная с того, что тем же фараоном в гробнице или там и императору Цише Хуанди его войско глиняное таракотовое ставили в его гробницу, то есть, и будет некая жизнь вечная. Но сейчас, мне кажется, впервые вот эта вот мечта о бессмертии обрела какое-то рыночное измерение. То есть, появился некий рынок бессмертия. Да, ну, значит, появились люди, которые готовы заморозить сперму. Появились люди, которые готовы заморозить все тело. До лучших времен, когда медицина, биология достигнет того уровня развития, когда можно будет жить бессмертно. с другой стороны, вот недавно в Москве проходил большой конгресс международный 2045. Вот это Global Futures, глобальное будущее. глобальное будущее. Там, с одной стороны, была, значит, вот Big History, то есть, большая история, так сказать, оттуда. И вполне серьезные люди обсуждали проблемы вот большой социальной истории и биологической, социальной. другая часть была очень техногенная. И смысл, который был в том, что вот такие-то детали человека мы уже можем заменить, такие уже на марше, куда-то мы можем чип вставлять, полностью заменять тело, вот еще немного и сделаем там следующую почку такую же и прочее. Человек будет аутентичный. и вот тут возникает вопрос, что ничего плохого-то в этом нет, конечно, так сказать, но вот что получится, голова профессора Дойля, ну, в хорошем смысле, передвигается и сама. И вообще, в какой степени наша личность связана с нашей телесностью? Ну, вот, я, по-чему, и говорю, что для меня, значит, я рад за технический прогресс, но возникает очень много вот всяких проблем. Во-первых, как личность связана с телом? Во-вторых, как культура ответит на это? Значит, понятно, что это не вопрос о том, что все дозволено. Значит, это не вопрос о компьютерных играх, где на следующем уровне возрождается только что убитый протокол 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 несколько жизней у человека. Здесь это одна и та же, так сказать, непрерывная жизнь. Значит, возникает ли у людей такого рода мысль о суициде? Как они будут к этому относиться? Как они будут относиться к действительно вот, ну, только что убили гада, он вновь возникает? Поэтому вопросов чисто психологических там на порядок больше, чем технических. Ну, собственно, да, вся наша этика стоит на смерти, на факте смерти, то, что вот вы вспоминали римское мементе море, это же основание этики, память о смерти, это как, если бога нет, то какой после этого штабс-капитан, как говорите, да, если смерти нет, то какая после этого возможна этика? Да, кроме этики, ну, с этикой там просто очень много, вот сейчас, когда, ну, психологи так заинтересовались там этическими, раньше это было просто отдельно, этика и мораль, и психология были в разных плоскостях, то есть в исследовательской части, сейчас больше внимания уделяется тому, что называется социальные эмоции, в частности, такая эмоция, как отвращение, на которой построено очень много этических вещей, вот, притом очень рациональных, там, не пей из колодца с козленком станешь, это вопросы о гигиене с одной стороны, но с другой стороны все построено на том, что грязное это всегда плохо, а чисто это хорошо, и это не просто о обычных гигиенических вещах, но дальше, так сказать, ведь это приобретает абсолютно сакральные вещи, отсюда кошерная и некошерная еда, запреты на жирное, посты, там, и так далее, халяль, ну, притом, каждый регион свое запрещает, да, и разрешает в нужное время, отсюда яблочный спас, он же виноградный на юге, там, и так далее, вот это вот спайка моральных, этических, подкрепленных сакральными, на самом деле, как бы даже использующих такую тривиальную вроде бы эмоцию, как отвращение, гнилостные запахи, там, и прочее, так сказать, вот по ту сторону культуры, они играют очень важную роль, и вот выясняется, что если это преодолеть, то как? Знаете, ну, даже такая тривиальная вещь, как от него дурно пахнет, ну, в широком смысле, вот не только это дурно пахнет, но преодолена, постоянно нужно мыться и использовать дезодоранты, вы включаете телевизор и прекрасно знаете, что отвратительно пахнущих людей среди нас уже теперь нет. Ну да, да. А вместе с тем это играло очень существенную роль, потому что это было регулятором взаимоотношения между мужчинами и женщинами, феромоны остались, но тут же и убиваются феромоны, кстати. Ну, это вытеснение телесности, да, это замещение, здесь же нужно, конечно, и пластическую хирургию вспомнить, и все эти нарущенные волосы, ногти, силиконы и прочее, прочее. Ну, одно дело, понимаете, вот, одно дело, когда это улучшение и усиление знаков, которые, как бы, позитивные, а другое дело, когда вместе с негативными еще за это позитивные. Значит, вот всем понятно, что на бессознательном уровне там феромоны играют важную роль, то есть одной химии люди, но химию тут мыли, и теперь ее нет, и непонятно, почему это люди выбирают одного или другого человека. Ну, вот возвращаясь к вопросу о бессмертии, мне кажется, что здесь несколько таких параллельных линий можно наметить. Одно из них это вот телесное бессмертие человека, это все эти, начиная с кремов, вот, как сейчас говорят, крема, такое, знаете, новое удаление, крема, да, вот, начиная с кремов и пластической хирургии, и кончая там, вот, я не знаю, такой я, уж все говорили, говорили, шумели, шумели, я в интернете посмотрел вот эти новые фильмы Лошака вышли на НТВ, вот, России, нет, я тоже не смотрю телевизор, тем более, не смотрю НТВ, вот, ну, мало, ну, да, просто, ну, такое, не знаю, как-то я был удивлен, я с большим уважением подношусь, если мы как журналист, но он такой, просто классический трэш снял, вот, и вот там вот этот вот один из трэшевых эпизодов, такие были, про стволовую, вот это вот, просто stem cells, стволовые клетки, про подпольную секту, которая там, значит, всю нашу элиту омолаживает, и они абортированных младенцев извлекают, там, биологический материал, и делают тебе инъекции стволовых клеток, и при этом какие-то сатанинские оргии в метро-2 там правят под Кремлем, ну, вот на таком, ну, в общем, НТВ типичное. Ну, знаете, то есть это первое направление, вот это вот, да, телесное? об этом и Булгаков писал. Но второе мне гораздо интереснее, вот это вот виртуальное направление, то есть перенос человеческой личности на другие носители, то есть носители, не улучшение тела, а создание альтернативного тела. Вот, скажем, да, перенос нашей личности на микрочип, или вот то, что там, я не знаю, говорят, облачные технологии, то, что мы потихоньку, наша идентичность, наша личность перетекает в интернет, и в какой-то момент, да, мы сможем переехать в это самое облако. Ну, вот здесь, действительно, очень много сложных вещей, потому что, вот, нарушается некое традиционное развитие личности человека. Традиционное не в смысле его традиционных культуральных вещей, а просто то, что называется, там, умением общаться, умение угадывать угадывать мимические контекстные вещи по телодвижениям, по каким-то вот отношениям, угадываем хорошо к тому человеку, кто есть, или плохо, там, и прочее, для того, чтобы вот, во всем, современном уровне в интернете, я вам должен сообщить, ну, в лучшем случае, смайликом, что я неплохо к вам отношусь, или наоборот. Да, да, да. Но вы же понимаете, что это плохая замена реальной человеческой улыбки или подзатыльнику. Тут вы однозначно знаете, как к вам относится. Даже подзатыльник будет интерпретирован в разных вещах. И у меня возникает ощущение, которое, кстати, и было вот после этого конгресса, что многие из тех, кто там присутствовали, они понимают вот эту вот связку телесного и виртуального. Что да, все эти микрочипы, но еще плюс ручки, ножки, кожа. То есть они все-таки не необходимы, сохранение тела. Одна часть считает, что да, потому что там были люди, которые, ну, просто, я не случайно шутил по поводу главы профессора Довля. То есть чистые технократы. Абсолютная вот какая-то коробочка железная, вот две железных коробки между собой общаются. Другая часть говорила о том, что, ну, есть же взаимозаменяемые детали. Но этот путь, по которому идет уже человечество, значит, сломать какую-нибудь шейку бедра не так страшно, потому что ее можно заменить замечательным металлом. и то же самое сейчас зрение восстанавливается, можно компьютерное зрение получить. Да. Отсюда же все эти прорывы с болезнями, значит, лучше, лучше заменять кожу, выращивая свою, а не искусственную какую-то внедрять, там, и так далее. вот эта линия идет, и понятно, что она продолжает вот разговоры о том, что, да, тогда это, так сказать, какая-то идентичная личность. А вот личность, воспитанная в интернете, она становится очень сложной. Это такая новая задача для психологии. Даже вот не говоря о далеком будущем, про облако, а просто реально вот современный молодой человек, который вырос в интернет-среде. Если говорить о некоторых эмоциях, которые очень важны, такие как эмпатия, там, и прочее, которые останавливают, например, перед совершением очень жестоких преступлений, то вот здесь нет этого. Эмпатия, она возникает только во время общения нормального человеческого, а не с подсказками в виде смайликов, как я отреагировал на вашу шутку. Когда вы в реальности пошутили, то вы можете видеть как я отреагировал, обиделся, обрадовался или каким образом. То же самое со всеми остальными эмоциональными. Ну да, здесь потому что вы очень большую тему, мне кажется, здесь ставите, потому что человек же не монада, да, Лейбнесовская, он не существует, в отрыве, человек существует как существо социальное, то есть это некий такой атом со всеми своими валентностями, да, вот в разные стороны. Здесь всегда возражают, Человек член сети, да, здесь как раз всегда возражают, что вот интернет и есть реальная сеть, более того, в отличие от случайности человеческой, когда вы попали в какую-то среду, ну и как вы оттуда вырветесь, да, вот из маленького, здесь среда вами самими выбрана. А здесь вы выбираете среду, одно пиршеского духа. Ну да, это интересно, действительно, как сетевая технология, виртуальная позволяет, ну, вы знаете, сохранить частичную личность, вот как раз на прошлой неделе у нас в среду был эфир про Фейсбук, вот, то, как, например, Фейсбук является своего рода хранилищем идентичности, да, страничка человека в Фейсбуке, даже гораздо больше, чем раньше было, вот если персональный сайт свой, все-таки персональный сайт, ты сам выстраиваешь сильно свою стратегию презентации, а тут ты немножко даже не контролируешь, видны твои лайки, видны твои друзья, твои фотографии, сейчас Фейсбук эту вещь ввел вообще уже, это следующий шаг к идентичности, таймлайн, все переехали на хронику с вот этого вот, с линейного презента, с линейного, от даты рождения, потом дата второго рождения твоя регистрация на Фейсбуке, и дальше пошло, в этом году ты был там-то, 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 общался с тем-то, тем-то я-то зафрендил таких-то людей, залайкал то-то, вот, вот это безумно интересно. и я просто хотел здесь сказать, чтобы понять, когда я говорю, что вот какие-то вещи незаменимы, то вопрос заключается в том, что на самом деле мы очень мало чего знаем о себе, как о толчках развития, является ли некая интимность, вот когда никто о вас ничего не знает, когда вы думаете, там, лежа на диване, или сидя за столом один, элементом вашего развития, или каждый момент вашего развития должен быть отражен и публично представлен, то есть не возникает ли ощущения, что все на продажу, то есть мы живем в витрине, вот некое вот существование в Фейсбуке, вот такое, как с одной стороны делает человека очень открытым, понятным, и, предположим, если мне нужно с кем-то познакомиться, то я сразу вижу, можно с ним познакомиться или нет, я выигрываю только. С другой стороны, его жизнь становится предельно публичной, он не может менять взглядов, взглядов, и мы в каком-то смысле можем потерять Паула, потому что он всегда будет целым, мы всегда будем помнить, кто он. С другой стороны, вы знаете, это вопрос о структуре человеческой личности, о структуре психики и сознания, тут, конечно, на вашей территории мяч, потому что, смотрите, вот даже вот те моменты индивидуальной рефлексии, это же рефлексия по поводу наших социальных связей, по поводу нашего социального опыта, мы же не из себя думаем, мы переосмысливаем то же самое, что во время сна, наш мозг перерабатывает ту информацию, которая была записана в течение дня, так что эти моменты одиночества, они тоже так или иначе включены в этот таймлайн фейсбучный. Ну, нет, я не говорю о том, что, я подчеркиваю, что я не против фейсбука, я просто к тому, что перед психологией, вот такой традиционной, нормальной, возникают совершенно новые задачи, и новые проблемы, мы не сталкивались еще с этим, так же, как, если вернуться к началу нашего разговора о смерти и бессмерти, мы с какими-то вещами стали сталкиваться недавно, вот этой смерть, индустриальная смерть, смерть вне дома, ну, исторически недавно, а с другой стороны, мы не обсуждали и не очень-то много размышляли вот об этой технологической задаче создания бессмертных людей, тех же самых, идентичных, вот не голема, не робота, а Ивана Ивановича Иванова со всей его памятью, но только вот из новых материалов. Ну да, в сети, существующем в сети. Вы знаете, многие к этому шли, я тоже вот посмотрел, например, я сейчас не помню кто, один из руководителей Майкрософта несколько лет назад, еще до Фейсбука, предлагал создать такой сервис под названием My Life Bits, да, кусочки моей жизни, которая была бы некий такой интегратор, в который были бы все фотографии человека, все записи в блогах, все его мейлы, все его связи, которые регистрирует интернет, вот, и все это как бы день за днем отражалось и было бы неким виртуальным аналогом человеческой памяти и человеческого опыта. Но здесь возникает только один вопрос, вот я все-таки как два как дьявола. Знаете, многие из людей рвут фотографии, отрезают ненужного человека на этой фотографии и так далее. Знаешь, как это делать в Фейсбуке, то есть можно сделать, ну, все равно какое-то зеркало, Google помнит все. Ну, что-то помнит. Google помнит все. Знаете, что вот тот элемент развития, где отрезал и как бы пошел дальше, преодолел, пускай останется где-то на задворках, там что-то с вытеснениями, но преодолел. Здесь все это есть. Ты не можешь стать другим. Да, нет, я поэтому и сказал, что мы теряем, Павел будет всегда савлом, ему все время будут упоминать, что мужик, ты кем был до? Ну, все равно же будут свидетели, я думаю, сейчас, да, которые помнят то время, когда Павел был савлом и как раз тем больше будут ценить его преображение. Одни будут ценить преображение, другие будут все время припоминать Дврушника и дальше будет, кем были родители до 17-го года, почему скрыл свое непролетарское происхождение, ну, и так далее. Огромное количество легенд о выдающихся людях современности будет дезавуировано просто. Ну, то да, некая новая. Потому что, американская мечта, там, собрал в гараже, там, то-то, то-то, а потом выясняется, кто был папа и мама Билла Гейтса, и как-то он уже сразу становится человеком не с долларом в кармане, а человеком с большим количеством долларов в кармане. Ну, да, то, что сейчас Обама, то, что сейчас Обама как раз говорил, да, что, так сказать, все равно, так сказать, кто, что вы думаете, что была американская мечта, так все равно, это как бы деньги к деньгам. Деньги к деньгам. Нет, чтобы иметь, пришло наследство от бабушки. Вот, в этом смысле, это будет новая культура с постоянно хранящейся памятью. Тотальной прозрачности. Да, и социальной прозрачности, и личной, потому что, ну, вот, поскольку я много занимаюсь жертвами насилия, то ведь жертвы насилия вытесняют из памяти очень много. Удачный или неудачный, это другой вопрос, но там идет вытеснение, и вот эти флешбеки, это прорывы, когда перед глазами настоящего, так сказать, посттравматически охваченного человека восстанавливают, просто как вспышки картины травмирующего события. так может быть, эта прозрачность является терапевтической, то, что эта прошлая травма, она не вытеснена, не проявляется в виде каких-то кошмаров или там маний, она позволяет проживаться, то есть, вот этот вот человек с прозрачной психикой, он может быть менее патологичен? Вот пока что наша человеческая природа делает так, чтобы это вытеснялось, а удачно, это когда это проработано, заняло место в моей картине мира, ушло, и я иду дальше. Неудачно, когда это может быть просто так вытеснено, и человек наступает вновь на те же самые грабли. Ну да, да, интересно, то есть психика, она основана на барьерах, на границах, а интернет эти границы смывает, и непонятно, где, да. Собственно говоря, все мои возражения по поводу вот этой новой интернет-культуры вовсе не связаны с моим неприятием интернета и сети, а к тому, что вот количество этих барьеров уменьшается, эти барьеры не дают развитию психики, или дают, но какой-то другой путь, то есть, вполне вероятно, что можно воспитывать людей и с помощью существования в интернет-сети, но тогда нужно делать другие задачи. Не другой. Нет старого детского сада, нет старой няни, директ родителей, там, дедушек и бабушек, а есть что-то иное. Но тогда это иное должно быть продумано. Вот когда мы там говорим, воспитание по Пестолотце, по Каменскому, по Споку, разное воспитание, неважно сейчас какое, там, великие педагоги что-то придумали. Вот для этой новой ситуации никакого великого педагога еще нет. Есть инструментарий, есть мир, но нету, как по нему идти. Говоря о будущем, о завершении уже нашей беседы, вы видите какие-то реальные шаги, не знаю, там, вот у вас 2045 год был этот конгресс, по наступлению бессмертия, ну, пускай даже чисто метафорического, вот, это реальность? Вот это вот шаг за шагом, вот это вот замещение механическое различных? Это реальность, если только человечество не ухитрится уничтожить себя раньше. А уничтожить оно может именно потому, что у нас потеряется страх смерти? Потеряется страх смерти, мы видим, какое количество террористов, смертников, какое количество людей, вот нарушая старые, преодолевая, вернее, некие психологические запреты, которые и есть при убийстве человека в глаза в глаза там и так далее. А вот нажал на кнопку и черт с ней из Голландии. Понимаете, уничтожать что-то с большей высоты или из-за бугра, не видя жертв, очень легко. В этом смысле компьютер приучает просто нажимать. Да, да. И обычно любят говорить о бытовых убийствах, что вот компьютер воспитывает бытовых убийств, да, это так. Но, к сожалению, он воспитывает людей, которые могут принимать решения за всю страну. Которые очень-очень легко расправляются через жизнь. Но тоже современные военные технологии, скажем, самолет Б-2Б, я помню, который там бомбил Сердию, Сербию, он вылетает из Небраски в течение трех часов долетает или там двух часов долетает до Сербии бомбится с высоты 25 километров и возвращается домой в одну смену. И он даже не знает, что там было внизу. Вечером он дома в кругу семьи, его абсолютно не волнует мучение тех, кого он уничтожил. Вы буквально сказали, я не знаю, прям с языка сорвали, вот я помню, я почему впечатлен был тогда, в 99-м году, было интервью одного вот этого пилота Б-2Б, который, по-моему, из Канзаса или из Небраски, Амаха-Небраска у них там штат. И вот он буквально сказал то же самое. Вот я возвращаюсь к жене, детям и холодному пиву. Холодному пиву, да. Обыденная, рутинная работа. Так что вот это... Вот существование людей, которые отдают приказы и нажимают на кнопочки, как-то меня немножечко отрезвляет в оптимизме. Что я так понимаю, наверное, и к трансгуманизму ваше отношение скептическое, учитывая то, что вы сказали в течение последнего часа. Вот это H+, человек-плюс. Да, это у меня нельзя отнять. Ну да, да, некий, так сказать, переход от Фауста к Ницше, да, такой сверхчеловек, человек-плюс. Ну что ж, вы знаете, я скажу, что я очень часто в своих программах вспоминаю Пелевина, потому что, мне кажется, у него очень много таких удачных метафор о нашей жизни. И вот у него есть такой ранний рассказ, не самый известный, с потрясающим названием. «Встроенный напоминатель о смерти». Вот. Знаете, такое, да, вот так сказать, что вдруг внутри человека что-то взрывается. вот мы, к сожалению или к счастью, все ходим с этим встроенным напоминателем. Это очень важно, чтобы мы его не лишались под воздействием нашего рыночного общества, одержимого культом молодости, культом глянца, культом красоты, легкости убийства и восприятия вот этой виртуальной смерти. Вот. И вот это вот мементомори, о котором говорили римляне, оно невероятно важно, потому что, ну, нужно для жизни. Вы знаете, вот мне, например, для работы нужен дедлайн. Опять-таки, дедлайн, да, точка, так, линия смерти. Потому что, да, папаретто все равно, там 80% ты как-то халявишь, а 20% работаешь. Да, именно в последний момент, перед этим самым. Так что дедлайн, наверное, он нужен и для работы, и для жизни какой-то, вот это вот мементомори, встроенный напоминатель, так что смерть это часть жизни, и вот с этим вот выводом давайте поблагодарим нашего гостя, это Сергей Николаевич Николопов, заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской Академии Медицинских Наук. Это был Финам-ФМ, программа «Археология», я ваш верооберный археолог Сергей Медведев, слушайте музыку Финам-ФМ, которая следует сразу после нашей передачи.